всем друзьям большой привет как видите сегодня мне в руки попал на обзор первый номер новой коллекции от моди мио наши автобусы первый номер представляет собой модель автобуса лаз 695 н естественно мы посмотрим покрутим узнаем что как и где вначале хотелось бы посмотреть журнальчик и порассуждать немножко об этой коллекции насколько я знаю выходить эта серия будет раз в три недели и планируется 50 выпусков 50 выпусков с нашими автобусами идут как бы возникает вопрос какие автобусы сюда войдут что подразумевается по словам наши ведь например если взять всеми нами любимый икарус то по букве как бы и не нашим венгерский но по духу это реально наш автобус будет ли икарус здесь или нет я честно я не знаю и вдогонку к этому вопросу об икарусе будет ли икарус сочлененный гармошка тоже непонятно ведь все таки модель когда добычу ли не в два раза длиннее ответов на эти вопросы мне нет еще один интересный вопрос такие временные рамки будут этой серии увидим ли мы до военные автобусы и если видим то какие пока я не знаю мне как бы интересно просто так если посоминать наших производителей советских автобусов да там ляс лас пас кавс может быть то как можно набрать 50 моделей я честно говоря не знаю ну да ладно время придет моде мио нам все покажет итак начнем с журнальчика сразу хочу сказать сталкивался я до этого журнальчиками от других производителей то чем меня этот породовал тем что обложка у него вот реально из плотной бумаги что действительно напоминает наши старые добрые журналы единственное конечно я прочитал его весь от начала до конца но несколько раз поймал себя на мысли что все таки наверное время журналов уже уходит и было бы наверное лично для меня лучше если бы и здесь вместо журнальчика лежала какая-нибудь из-за карта с аудио и видеоматериалами по данному автобусу или же хотя бы там какая-то ссылка на видео в интернете где бы можно было не читать а смотреть потому что ну честно говоря хотя в свое время я перечитал кучу журналов кучу книг и выписывал те журналы но наверное это время все таки безвозвратно ушло пересказывать я ничего не буду скажу что принципе здесь ароматно написано история создания завода какие модели выпускались какие модификации то есть бы довольно таки интересно характеристики технические я для себя открыл что расход топлива вот этого паренька при скорости 60 километров в час почти 34 литра на 100 километров и честно говоря как автолюбитель да я за голову хватаюсь когда вижу такие цифры 34 литра 100 километров это круто и вот здесь вот еще меня вызвало недоумение это вот схема то есть здесь по сути ничего нет что это такое схема хотя бы далее эти габаритные размеры хотя бы хотя бы а лучше бы конечно если здесь был постер большая фотография данного автобуса потому что это как бы она не особо информативно это все мы можем увидеть и на модели непонятная страница но дальше опять про автобус фотографии и по сути и все журнальчик небольшой повторюсь хотелось бы все таки посмотреть аудио и видео материал ну и какая-то рекламка единственная на вижу начек легендарная грузовики сср и так понимаю что это очередная коллекция и анонс следующего автобуса это пастрица 205 живая легенда но честно говоря моем представлении легендарный пазик выглядит не так он должен выглядеть по-другому он да ладно давайте перейдем к модели есть у меня такие теплые воспоминания данном автобусе помню когда мы ходили в школу тут именно на таких автобусах нас возили в колхоз на уборку томатов на уборку яблок на сбор моркови и честно говоря не знаю зачем они это делали потому как вреда наверно приносили больше чем пользы а вот эти вот автобусы мы ласково называли пылесос потому что когда он ехал по проселочной дороге вся пыль всасывалась внутрь и и было видно невооруженным взглядом от взвес летающая но это был кстати не хуже вариант потому как нас еще возили на лиазах кто помнит то то вообще мы их называли скотовозами там была жесть полная класс это было счастье если на школьный двор заезжал вместо лиаза волос вот ну давайте сейчас открою посмотрим это все дело поближе ну что же друзья открыл я модельку уже рассмотрел покатал поюзал порассматривал и какое-то у меня мнение они уже сложилось значит сразу хочу сказать что я далек от коллекционирования я не знаю по каким критериям коллекционеры оценивают модели по матчасть или еще по чем-то я от этого далек у меня один критерий нравится не нравится поэтому посмотрим именно с такой точки зрения на данную модель значит сразу что хочу сказать что ну модель не выглядит игрушкой довольно таки увесистая приятно лежит в руке первое впечатление приятное у него приятная морда буковка л львовский завод зеркала заднего вида дворнички фары все есть просматривается кабин управления руль там ручка переключения передач даже не знаю вам видно не видно но поверьте там даже приборы как-то выделены с такого ракурса тоже неплохо смотрится у нас не только покрашенные панели но еще вставки хромовая не знаю насколько не хромовая но по крайней мере блестят здесь сверху также прорисованы черные уплотнительные резинки вокруг окон как бы все прикольно задница тоже вот такая здесь есть свои нюансы которых я расскажу позже дам противоположного борта все то же самое водительская дверь ручка есть поворотники есть но все вроде как бы это как бы так достаточно прикольно нижняя часть опять-таки не знаю насколько прорабатывается нижняя часть моделях но здесь более-менее все достойно запасочка есть колесики и двигатель выхлопная система карданный вал . бы это не знаю что такое катенера воздушные тормоза может быть нет не знаю не судите меня строго это здесь скорее всего багажное отделение то есть как бы первое впечатление первое впечатление но приятно когда начал смотреть более внимательно нашел некоторые косички как на мой взгляд ну во-первых мне как моделисту который занимается сборными моделями не хватает здесь смывки на что двери так не особо выделены с этой стороны тоже двери нуждаются в смывочке но дело то что это да это это такое это такое то чисто мои хотелки вот вот смотрите изначально мне показалось что вот здесь не прокрас чуть выше ручки поднятия багажного отделения но посмотрев другой стороны точно такие же белые отметины я заметил из другой стороны поэтому скорее всего это они не прокрас а так и задумывалась а вот а вот здесь вот может вам плохо видно но вот здесь реально есть небольшая такая полосочка не прокраса под ярким светом ее видно то есть как бы как бы как бы но это как бы мелочи мелочи вот здесь обратите внимание может быть конечно я не добычаю но вот эти вот черная окоем очки вокруг фар по моему они не круглая по моему не какой-то овалик есть когда по моему они покрашены немножко не аккуратно да согласитесь может быть опять таки здесь на боковушке молодцы что прокрасили резинки уплотнительные но вот на дверях уплотнительные резинки не прокрашены не спереди не сзади что только побросается глаза можно было и здесь подкрасить но это еще пол беды самое такое страшное что на мой взгляд такого не должно быть это вот на вид сзади видите по краям вот здесь и вот здесь но просматривается явно металл то есть как бы у нас резинка уходит далеко и за это резинка должно быть стекло прозрачная а здесь металл что с одной стороны что другой если сбоку этого не видно сбоку как бы как бы более-менее нормально то вот если смотреть уже назад вот так наверно да с этой стороны хорошо видно вот это наверно все-таки быть не должно не знаю и кстати еще один такой момент приятный обратите внимание трудно заметить но все-таки вот этой нижней полосе есть надпись львив ну и еще такая чисто но претензия не претензия все-таки могли какой-нибудь номерной знак плоть даже хотя бы класс 965 какому такой номер могли бы сделать что спереди что сзади вот ну а так как по большому счету если она будет стоять это на полке за стеклом никто лазить там внутри не будет то принципе принципе совсем неплохая модель что касается цены первый номер стоит 1200 рублей остальные будут по полторы тысячи рублей дорого это или дешево для коллекционных моделей но опять таки мне сказать тяжело я них просто не собираю я не знаю какие там ценовые категории как это должно быть единственное что я могу сравнить со сборными моделями того полторы тысячи рублей ну скажем так на гривен это где-то порядка 700 гривен по сути вот такой цены идут сборные модели автомобиля 35 масштабе где-то вот именно то есть от 700 гривен то есть наверное скорее всего это недорого с учетом того что моделизме помимо модели нужно еще потратиться на краски на инструмент на материалы и так далее здесь уже как бы все покрашено все готово поэтому вполне возможно это и адекватная цена да кстати забыл сказать еще как бы ему плюс не плюс так если опять таки вам видно ли нет но резина здесь проработана здесь и надписи и рисунки и короче как бы мне нравится мне нравится а вот что еще хотел сказать эту модельку скорее всего мы увидим еще на моем канале вполне возможно что ее я помещу на диорамку вместе с и может узнать кто помнит то не помнит напомню есть у меня от а в д модель кировца и возможно на диорамке мы где-то совместим этот автобус его возможно так подушатая и где-то так вот вместе с кировцом на одной диорамке он появится но это еще только так размышления планы я точно не знаю но раз появился автобус то почему бы его не использовать по значению так как коллекциями все равно нет почему бы его не использовать на диорамке но это дела будущее вот но теперь все-таки ответим на вопрос нравится мне эта моделька или не нравится ну скажем так твердая твердая четверка если бы не вот этот косячок сзади то это был бы 5 может быть 5 минусом а так 4 хотя по большому счету если так вот не вглядываться не придираться мне модель нравится не могу сказать что первый блин у модами получился комом вполне достойная модель поэтому если вдруг вам захочется приобрести данный автобус или следующий или вообще всю серию по подписке можете перейти внизу будет ссылочка и там все это можно будет заказать с доставкой а на этом давайте попрощаемся по понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем удачи и всем пока а а и Продолжение следует...